а мы находимся петербурге и этот питер как видите весь занесло мы едем как по северному полюсу вообще ужас машину швыряет кидает погрузка у нас час ночи порту так что надо как-то пробиваться а время еще 10 или тронуться так как никто не чистит никто нет и дорогу все заметает все это короче как бы это едем сейчас мы по витебскому проспекту садят на пересечении слава будет вы не думаете что мы едем возле дороги мы едем по дороге и короче как бы едем на канонерку грузится бананами на челябинск наконец-то мы созрели на бананы простояли мы сколько двое суток но мы ремонтировались за это время у нас уехали все бананы и вот они наконец-то опять как бы приехали вроде бы или может не уезжали никуда бананы внезапно появились их мы сегодня в час ночи грузим наверно выросли как бы везем эти бананы на челябинск ну опять туда на топку куда ездили до этого постоянно туда возим они уже ждут не дождутся этих бананов потому что нам уже пытались позвонить тогда когда мы стояли на ремонте но вы как вы знаете заехали бы ремонтировать риф потом что-то у нас там в одном году это получилось что это какая-то окази не понравился нам это как выглядит у нас цепное устройство на прицепе ну там немножко как бы получилось со стороны смотрится жуть вот так как прицеп этот был продан и на нем намазали губы какой-то этих лопат все сварочные швы все сварочные швы закрыл заклеил такой как это пленка какой-то не пленка валька заклеил спрятался да это а тут как бы поездили сейчас вот это еще как назвал вообще в это новосибирске я заехал мне сделали центральную смазку и седло стало смазываться до этого меня но не масло слегка и приезжаем мать твою зангу что-то там у нас оторвалось в общем когда мы приехали заправлять фреон в риф у нас там целый букет и и нам нужно было расцепиться мы расцепились и увидели что у нас там висит кусок ну да 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 и поехали на дамы при он добавили сделали поехали на ремонт это ну там где ремонт специалисты посмотрели сказали там почистили постучали убил он там все это сказали еще проездишь не дай сколько а это говорит какой-то идиот сделал защитную пленку чтобы эта сварка дешевел а еще плюс ко всему у нас когда нам фреон заправили мы стали зацепляться у нас почему-то наше сцепное устройство не сработало или ну в общем непонятно что получилось у нас расцепился прицеп а он не упал потому что я не знаю каким я чудом увидела и и и заролела там его ведь остановился он прям вот уже на краю чуть-чуть остался за моего поймали ну вот приехали мы на ремонт ну приехали когда это посмотрели и решил нас начальник сказал посмотреть там ходовую ну раз посмотреть ходовую как я ему говорил перед этим когда мы меняли ступицу в омске по дороге что у меня еще две надо хоть час делай он тип говорит ты за машиной не смотришь и говорит это из-за этого ступица и навернулась я ему говорю вот сейчас вот прям давай приезжаем и делаем еще две штуки там еще две штуки на подходе они уже пытаются говорю все это вот как ты определил я группа там кратил колеса покатай покачай увидишь как они они что молоде а один мотаться другой уже стучать там на человеке это когда на самом деле здесь разобрали до разобрали одну ступицу даже спасти не смогли просто взяли выкинули потому что там уже это подшипники вот который включала уже в обратно не поставишь потому что там посадочные отверстия уже какие-то квадратные стали и это пришлось покупать другую купили в сборе месяц этом с блоком там ошибки и поставили одну сделали ну дальше чё лапы не работает 1 лапы сделали отбойник сзади было от это короче как какой-то ну ты меня тут ездил его сломал это лавил это отбойник заварили сделали правое габарит не горел стали смотреть там короче фишки спите она вся выжжена пришлось все это резать ну чтобы там электрик хороший он все это обрезал туда все ввел и напрямую сейчас у меня все соединено без всяких этих фишек там все это дело вот гермет улетом есть он все это за ним все дырки все 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 ну вот теперь я вроде как бы вышел с ремонта ну да поремонтировали нас хорошо маня получила другую попу почти новую как бы донова все равно ей вводит по дороге поменяли то что она это привыкли на трехосном есть он его никуда не будет он идет идет на самом деле дороги нет только есть направление вот едем витебску лет вот видите по ветерку едет петель одолжение вечное видите он все едут 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 куда они на этих лековушках свои попы везут в ночную субботние уже вечер уже уже не вечер уже ночь были куда они ломятся в такой погоде себя и уже дыхали все куда думают его им не спится отдыхали бы два выходных нет они куда-то едут все ну вот такое движение в питере даже да еще какой интересный случай такой произошел мы когда отремонтировать машину и не знаем что делать домой сиди боже надо мы идти не можем потому что дочь заболел к видом и живет сейчас в нашей комнате по чтобы не заразить внучку говорит ты мама не переживай я в другой комнате я порисую а я же уже взрослые на меня можно положиться на нее так положили что она неделю назад подоконник весь из риска короче со вчерашнего дня вот мы ждали за груз просто машине ходим домой а то не дай бог это шутка лопнуться мне потому что мне нельзя вам болеть как за рулем не болит так что я лучше который что ведь мы найдем маску и вот и горячую любимую где-то позволяется потому что в питере какой-то повальный к вид опять начинается у нас в дочери заболела начальник у нас заболел к виду тоже болеет и этот а не будет рассказал логиста как бы револючка понимание ларвика но и рвик недалеко ушло от калида так что в общем то в общем кто же смеялся опять какая-то это зараза прошла как туда по кабинет поветрие какое-то прошло кто-то прошло и вы все заболеет я говорю поветрие прошло в офисе и весь офис короче повалился так же как у дочери на работе кто-то пришел поработал один и все и все смену заболела ну вот так так что опять не очень хорошо выглядит с этим к видам сейчас мы будем скоро на плотный канал пробираться уже мы сейчас едем как бы поближе хорошо ему не скользко не занесено ничего мчится себе и все сейчас едем короче как едем от тронции не можем вот газу дал чуть-чуть как добират оборот это едем и на обводный канал едем и до завода красный треугольник ну да там немного постоим потом ведь поедет грузится я буду его ждать потому что порт нельзя да или у меня начался загрузка где-то сегодня с парохода гружусь сказали на час погрузку потому что это когда с парохода грузишься во первых очередь очередь стоишь в очереди потом когда начинается погрузка не дай бог дождь пошел или снег они трюку закрывают можно стоять и 2 и 3 что и сутки грузится предпочтает дождь кончился ли это снег они открывают начинает опять так что здесь как-то так ну в общем мы потихонечку не едем мы крадемся на погрузку прокрадываемся выключился звезды ночью но ведь загрузится мы все выйдем на платку и там где-нибудь спать а уже утро вечера мудренее там поедем может тому времени почистят там как бы все получше обстоятельства на завтра здесь обещают сильнейший снегопад сейчас то идет то не идет она завтра спускником сказали прогноз пришел с ремонтом то я короче по-русски говоря не оплошал как я с ним с начальником немножко сцепились там что это ваши тут делать на 3 вот надо поездить немножко туда-сюда а нет не получилось поездить немножко и как я ему сказал что 2 ступицы кирдык как она и вышла одну то спасали поменяли только в это блок подшипников а другую пришлось выбрасывать ступицу потому что посадочные квадратные стало все все сгорел все выгорел там вот его я не видел по дороге главное это все отремонтировали все нам сделали душа теперь спокойно да да ехать он машинку швыряет сильно здоровье так красивый сэм надо выключить в общем едем отвлекаться не будем едем 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 до сварки учителя добрый день добрый вечер доброе утро у нас по крайней мере всем добрый вечер восемнадцать 20 лет пока ведь огрузился в порту я его ждала он пришел и сообщил мне новости приехал что есть недовольные люди которые ну обиделись как бы что вы сказали про том что он нечищенный что за городом не смотрит на самом деле так вот вчера мы ехали по питеру я вам снимал ночью погрузку ночью вот если предыдущий ролик посмотрите там просто ураган то можно может быть даже в этот ролик все войдет там просто снега была на пол колеса и вот мы сейчас едем прошло где-то вчера вчера 21 часов вечера ну да но сутки еще не прошли дальше не прошли вот город вот видите дорога все почищено все полито никаких проблем никакого гололеда абсолютно нет и сюда так и неправда что покажите мне город да можем показать такой же челябинск его чистят такой же екатеринбург его чистят такой же новосибирске чистят все города чистят что случилось томска в тот раз не очень хорошо так попали может мы конечно так попали да мы конечно может приносим свои извинения но мы так попали и вот ну сложилось такое впечатление а вообще том что том спокойный город красивый город летом зеленый зимой они все серые пикер вообще серость мышиная зимой этом красота будет еще вы пишете что чтобы вот такие плохие женой и все везде недовольны обо всем что-то как разговаривать постоянно что на чем-то недовольны почему мы недовольны мы всем довольны привод на привет какая-то извините за выражение не чистит у вас томский выпуска и не чистит мне как говорится да это у нас чистит у нас чистит он асфальт вон голубей я просто не знаю может быть конечно это представитель администрации какой-то но простым смертным людям хочу сказать что минус не людям томске кстати очень доброжелательные люди а вот администрация которая плюет блин потому что там легковушки до ездят свои проехать не могут ну конечно может быть мы просто так попали поросы подруги центральный магазин как они называли ну мы выгружались в детском мире поэтому наверное всем в томске понятно где мы проехали мы проехали через центральную площадь в томске прямо вот конкретно через центральную потому что это ночь была и в общем мы проехали по центру не какая-то не окраина не какие-то заброшенные там строения это конкретно центр города вот сейчас мы тоже едем это не центр города центр города этого не московский проспект отражена мы сейчас едем в этом он с правой стороны вот от нас вот там московский проспект короче которое это соединяется через московский проспект пулково аэропорт вот это все вот это как бы считается центральные улицы центральные ты там и каждый год и асфальт ложит и по левую руку у нас дорога сам обыкновенная по которой проходят все поезда это окраина города у меня крайне города но как будет просто он растет питер как была окраина сейчас разрастает уже уже не совсем окраина но тем не менее это считается промжен и кредит его здесь в принципе особо жилых пока домов нет чего сейчас там подальше будут жилые дома и здесь по этой дороге мы выйдем на как на кольцевую сейчас мы проедем и поедем пока давай проедем пойдем на м11 и пойдем по м11 вот заливить до асфальта все сухой асфальт а вчера не невозможно было ехать уже по поводу не чистят ну такая ситуация вот недавно была на м11 сколько 40 машин в интернете то было 40 машин виноватыми признать дорожников как бы сказали поэтому ну вот простите зато сейчас платная дорога вся ну скажем так и заказали за виду мы ехали вот сюда когда домой вырезана прям натуральный языком так что так что там чане не обижайтесь да и мы это как говорится не злые не зловредные были профессиональные корреспонденты вы никого не хаем что видим то и говорим и мы же не готовим тексты что ой мы здесь как-то плохо сказали мы сейчас все это уберем и что вырежем это все с колеса так скажем пап по шаперски это идет импровизация вот мы сейчас едем ведь вот меня забрал на витебском вокзале вот мы едем и вот я снимаю и мы вот просто разговариваем да это просто это идет импровизация я даже не знаю чем я буду говорить дальше я никогда не готовлю ничего там какую-то речь что там вот мы сейчас будем про это будем рассказывать проект буду рассказывать что-то вот еду просто по дороге вот увидел что-то такое а вот увиделся от гаражи могу рассказать пасть и такое что где около метро звездная я там жидко до своего лета полметра звезды у меня там был друг вот он не начал чухи вот такой железный этот даже железно капитально стояли горожек горит купил меня купил я не должен для гаража на клеток такой тем более здесь не буду брать на к это а потом а потом получилось так что им додали там по 500 рублей что ли за эти гаражи бульдозер пришел и все снес построили так часто это короче дома там стоят он не втюхивал купи-докупи не беги так вот сдался него же бы пойдут под сносы и это вот их целый ряд вот тут гаражей пока не тронули но эти вряд ли трон да подожди и они они видят это железку него не попали подробно они стоят в охранной зоне же на дороге никто переносить не будет поэтому они тут будут стоять вечно эти гаражи а вот в другом месте в районе звездный звездный звездные где-то где мы садимся кучина вот здесь жилая зона началась старые домики звездная кучина и вот там они от звезды до кучины там были гаражи как раз на этом на пустыре а теперь щас там дома стоят по 25 этажей до старая застройка вот тут мы ехали не возможно было ехать по колено было а сейчас я-то конкретно прямо вот прям конкретно дорога может сам мы едем сейчас проспект слава проедем сейчас будет за лукойловской запрашивали славы и вот там точно это съемка который мы снимали там вот потом мы вчера когда ехали конечно снег неожиданно повалил мы просто стояли и вдруг как попер неизвестно откуда не завалил моментально но уже вот здесь вот когда мы проезжали уже потихонечку начинала выходить дорожная техника уже прям по 5-6 машину прятани и у нас даже так рассказывает интересно снег поднялся так неожиданно он часов 2 2 дня как дал и это вы стояли на заправке за заправке саму что домой попасть не можем не то что не можем просто это говорит по-моему где-то в ролике у нас у старшей дочери к вид и чтобы самим не заболеть пришлось вот братцы от сижу это вот это проспект славы слава петербург короче вычищем здесь здесь немножко чистит это а снег мы даже уже когда уехали они уже по благодатной улице где-то катались где-то уже здесь собирают машин 8 например да я не поехали по питеру кататься там высыпалки все и щетки они да и с лопатами спереди они грибут или тут и посыпают сразу все дралки всех посыпал техника пошла на самом деле но сейчас не что даже не рабочий день был бы рабочий они бы там и вывалил они бы работали нам сейчас скажет не ровняйте дом спитер это зависит это зависит не от это то что томск или питер это зависит от губернатора от это как настроить работу так и будучи работа дорожные службы и они как бы не знаю а знаете моего рассказывали вот перед этим буквально мы были вот в яшкино и забуксовали а ведь это всего лишь поселок маленький довольно таки поселок это вот это вот огромная такая вот фабрика яшкино ну общеизвестная яшкино и мы там забуксовали там было не посыпаны мы там забуксовали на улице по центральной улице около школы улице ленина то беда в гор просто не поднялись потому что температура была около 0 где-то минус 2 и дорогах как лёг гладить говорится это раз а во-вторых это вот такой текут что там это позвонить я позвонил в дорожную службу у них там есть все телефоны они вот буквально через ну я не знаю еще до какой-то через полчаса наверно там был небольшой приехал посыпал посыпалка пришла он нам усыпал там все по щиколотку невозможно попробовать так как тронцы он может насыпал но под машину не отдали и вперед он прошел до куча это отсыпал и все его выехали все и потом другой раз застряли кемерово на центральной дороге и не до одной дорожной службы вы так и не дозволили вот тоже о чем говорю что кто-то нас чего-то там должен обязан вытаскивать нет это к тому что дорожники вот так реагируют позвонили а не посыпано вот реакция пожалуйста тут же приехали тут же прилетели и все сделали вот дунайский проспект вот про то что я вам разговаривал хотел чукать сейчас я вам покажу институт искусств а вот новая уже застройка вот это дунайк да она на звездную выходит там вот за этими домами нет звезды вот там как раз брат их держит и камеру вот за этим данном я говорю что она выходит на трожженая а вот так вот прям поэтому куда мы едем там будет кучина метро тоже метро да это и здесь вот что-то немножко они не дает и не досмотрели не докружили что ли еще здесь постоянно пробка рабочие рабочего дней дрожи заняться дулайка для грузовиков вообще-то в левую сторону право туда пожарную кубинскую вот как бы не очень здесь много сейчас грузовиков вводят все уходят по акаду по засаде платная дорога до порта называется по городу стало мало машин грузовой ходить но здесь только легка ушек вот просто вот всегда в творении вот короче вот сейчас здесь вот совсем корочка будет который 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 товарищ мне хотел чухут гараж он был вот за этими домами вот этого ничего не было здесь был пустырь с правой стороны вот справа это метро это метро купчина а вот здесь вот правой стороны вот здесь были гаражи и гаражный как видите какой микрорайон сейчас выстроили огромный это метро конечный метро конечно остановка он здесь это и глубины и не поджиму не под землей а вот наружу вот в это высадка он идет здесь это там вот дома они на московский проспект там выходит все ну да вот это база это шушар ну там шушары вот сюда вот на московский показать потому что он тоже как бы поворот на московским там а вот с левой стороны вот сюда заходят эти вот вы видите ремонтирует эти вагоны метро домой чистят ремонтируют красят ну в общем полное обслуживание вагон подвести чеха их не большие такие и сейчас мы плавно переходим ну ладно едем потихоньку как я всегда говорю короче мы короче наболтали на два ролика наверно сейчас не знаю о чем учет наболтали подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите что хотите ну хвалите ругайте как бы мы всему рады мы не идеальны и не говорим что нас всегда хвалить надо бывает и ляпы бывает и лазы для пирога какие бывают ну ну это вот развязки новые сетевские развязки по осаду и хранить это совсем недавно не было вот это новый район шушары это вот шушары с левой стороны а вот направо сейчас покажу вам московский ну вон он направо пошел вот так вот там дали сейчас она попадет в камеру вот это вот здание большой огромный и ну а вот это вот дунайка строит до дунайском он видит новые дома вот это где мы раньше жили в году как раз на дуга мы перешли иначе пересечение дунайка вот это вот видно будет не видно будет вот синее сейчас красивое здание будет вот поедем это торговый центр называется лето торговый центр там чего столько нет как в греции в этом лете пусть эти вот большие стали ну далеке все равно видно его красивый такой так ну что мы выезжаем на платную дорогу м11 вот этого должен все это новое все это кругом это все новые 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 все все пусыри короче где раньше выброшены были полотно застрали не было вот это видно что это новая застройка здесь вообще на дунайке старая была настройка такие дома которые сейчас спрятались за этими домами хотя они и девятиэтажки были не то что там там пятиэтажек не было как таковых но они были старой постройки времен советского союза это это здесь с этой стороны стоянка машины здесь вот слад сюда плату перехват короче как они называют достраивают они быстро осень она уже да она уже работает но они еще вроде бы ее как бы не достроили но она уже функционирует там и машины стоят ну вот мы выехали на кат вы съехали с ката вернее съехали с ката пока разговаривали мы уже съехали с ката и сейчас будем заезжать на м11 ну как бы въезд можно снимать так что поехали потихоньку поехали потихонечку спешить не будем потому что вот по кабине снег колючий стучит и они башка увидеть там маленькие только прогалинки а так он все черное опять все затягивает она сегодня по прогнозу опять сильный снегопад проскочить ну тут бы как бы так бы ну как получится как бог даст так скажем ну Субтитры создавал DimaTorzok